Джордж Клуни, будучи одним из самых известных актеров в мире, знает не понаслышке, каково это быть под прицелом прессы. В своем последнем интервью Клуни выразил свое возмущение негативным отношением журналистов и общественности по отношению к Меган Маркл. Они преследуют ее и оскорбляют. Им плевать даже на то, что она женщина и что она находится на седьмом месяце беременности. Клуни также сравнил Маркл с принцессой Дианой, намекнув, что такое отношение может быть опасным. Цитата. «Точно таким же гонением и оскорблением в свое время подверглась принцесса Диана. История повторяется, и мы все прекрасно помним, чем это все закончилось». Конец цитаты. Кстати, во время этого интервью Клуни опроверг слухи о том, что именно он и его жена Амаль будут крестными будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри. «Мне и своих детей хватает», — сказал актер. В Берлине полным ходом идет международный кинофестиваль. Одной из последних премьер стал показ, основанный на реальных событиях драмы «Кожа» из ираильского режиссера Гая Натива. Фильм представляет Америку в конкурсной программе «Панорама». Джейми Беллу досталась главная роль юноши Брайана, сына расистов и друга скинхедов. «Я боялся, что меня убьют во время съемок. Мы приезжали снимать в очень опасные районы. Я был одет и выглядел, как люди, проживающие там. Все мое лицо было в татуировках. Если бы увидел такого человека в своем обществе, я бы подошел разобраться с ним». Переосмыслить свои взгляды на жизнь, герой Белла решается, когда встречает Джулия, мать-одиночку, которая, в отличие от других, видит в Брайане человека, способного на хорошие поступки. «Было очень сложно такую историю и такого героя перенести на экран. Но эту историю нужно было рассказать. Я потомок жертв Холокоста. Мои бабушки и дедушки выжили во время Холокоста, поэтому для меня было важно показать, что даже в темные времена можно найти луч света и что человек может измениться в лучшую сторону». На неделе моды в Нью-Йорке без разговоров о расизме тоже не обошлось. После громких скандалов, когда в коллекциях модных домов Прада и Гуччи нашли намек на blackface, карикатурный грим, изображающий темнокожего человека, тема политкорректности среди дизайнеров стала вновь актуальной. Тем не менее, главный редактор американского Vogue Анна Винтер, будучи одним из самых влиятельных людей в мире моды, считает, что урок модельерами был усвоен. «К сожалению, именно такие случаи подталкивают к разговору и делают людей более грамотными в тех или иных вопросах. Я вижу, что сейчас на подиуме гораздо больше разнообразия. Не только расы, но также фигуры и тело. Мы наблюдаем за большими переменами. Мы совершенно точно двигаемся в правильном направлении». Если бренды Прада и Гуччи продолжили свое существование после скандалов, то попытка Кэти Перри покорить модный Олимп могут оказаться тщетными. Певицы, которые запустила свою линию обуви, тоже обвинили в расизме. Дизайн нескольких пар пользователям интернета тоже показался уж очень похожим на blackface. После того, как фотографии разлетелись по всем социальным сетям, эти модели были сразу же сняты с продажи. Ну а сама певица поспешила извиниться, сказав, что никому не хотела причинить боль.